здорово дорогой друг это обзор ботинок которые были куплены в 2015 году и привет им от 2021 а или наоборот 3 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 вот они так мы значит что в этой интересной коробочки у нас здесь у нас есть чек датированный апрелем 2015 нетрудно догадаться что им около шести лет то есть в апреле им будет 6 короче им лет 5 так точно число хрен тут поймешь 20 04 далее куплены были как мы тут видим за 3143 рубля это со всеми скидками бонусами гейм оверами всем на свете на самом деле их и total price не знаю как это по-русски 6200 вот об этом даже есть на коробочке вот надпись 4 600 со скидкой минус бонусы там короче 6 200 все вот когда-то вот такие так ну что опять вернемся в коробку душу к эта бумажка это же важно вот то у меня одни из первых серьезных покупок обуви полностью кожаные значит ходил я в них ну довольно таки нормально к сожалению у меня нет камеры и снимаю чем придется давай поговорим о самых главных о чем вообще о них спрашивают это значит насколько они холодные многие интересуются так дадись присяду день в уголочке чтобы их видно да они капец какие холодные надо еще по соответствии размеров поговорить это удобственно да они очень холодные в минус так что у нас здесь здесь вот так прошито все стельку ну практически не использовал родную ходил со стелькой ну который покупал и ставил сверху того чтобы они хоть немножечко были потеплее прекрасная вот это вот красная хреновина которую никогда не видно как только ты наступаешь в россию сразу же она покрывается чем-то темным так ну давай где у нас что износилась будет видно не будет видно давай поближе вот так покажу вот здесь вот но это можно зашить и кстати тут видно какое качество кожи кожи довольно плотная здесь идет у нас какой-то шнурок даже он видишь не вот здесь какая-то замша которая мне никогда особо не нравилось вот ну я их готовлю каждый раз они так более менее блестят но поверь мне я конечно со стороны на себя не могу посмотреть но мне кажется очень заметно что они старые как у подобных ботинок видно прямо по дизайну смерть придет отсюда вот здесь вот это их охране инфаркт здесь уже прям трещина трещины вот посмотри уже прям если по сугробам плавать то она вот сюда попадет ну вода или что здесь ничего не отклеивается все приклеена намертво ну вот еще трещинка ну примерно так вот тебя и ждет ну конечно если ты в них будешь ходить каждый день с осени до лета по ножку вообще без без царапин вот но это правый правый значился сильнее с левым все примерно то же самое здесь какая-то вот полоска пошла ее не было по моему так все в принципе нормально если их хорошенечко так намазывать как ты видишь будто линию все в порядке вот левый прям живее всех живых вот эффект ленина можно сказать получить что еще сказать давни холодно холодно даже в минус 5 вот но если ходишь двигаешься то нормально опять же решает носок естественно как у вас не про сыр решает носок если у тебя теплые носки то в принципе может будет немножко потеплее насколько суровой зима ходил я в них кстати в минус 25 но я в них прям ходил вот поэтому особо не мерзли на велике в них гонял в основном хорошо они оттормаживают вот тут видно что правый более изношенный чем левый на правой ногой тормозил вот здесь вот все такое тряпочная но это вот прям в магазине можешь посмотреть немножко здесь вздыбилась кожа скорее всего вот она прям вздыбилась скорее всего это реагенты вот по поводу тепла ну если только ходить прям ходить прям двигаться то более менее но по подошвы холодновато то есть я думаю что до минус 10 при том что ты двигаешься ниже ну наверное у тебя есть другие другая уходи в другой он проблем разнообразие их брал вообще под черную одежду и вот этот первый первые две зимы их носил активно дальше все меньше и меньше сейчас вот пореже но особо я их не берегу никому уже не жалко потому что сколько лет сколько можно их беречь насколько они скользкие конечно же вопрос возникает у кого-то постоянно в отзывах на обувь спортмастер постоянно все пишут насколько они скользкие людей почему-то эта проблема жутко интересует я не знаю вы же чок для чего вы обувь покупаете чтобы ходить по льдам или что совсем не можете держаться в ботинках постоянно падаете что в чем проблема я не знаю ну они скользкие но так средний скользкие есть более скользкие боты вот например такие найки на них тоже есть обзор абсолютно скользкие невозможно не ходить вот эти прям сильно скользкие или вот такие скетчерс и вроде так вот ну тут видно что они скользкие меня на них скольжу то есть я на них скольжу специально ушел она этих особо не поскользишь вот в них приходится прям ходить давайте к света можно добавим вот так получше да вот так что скользкость у них ну такая средненькая определить насколько они скользкие для тебя я не могу потому что если читаешь такие отзывы спортмастере потом еще непонятно про нормального пишут что скользкая либо не скользкая хрен поймешь я бы сказал что ну особенно ничего в этом плане сказать не могу хоть такого прям чтобы они прям скользкие были нет ну и чтобы прямо они были снегоступами тоже не особо что касается цены стоит ли они своих денег но за 3000 полностью кожаные ботинки американской известной фирмы бренда да ну в принципе да почему нет тем более если они тебе нравятся внешне подходят под одежду вот у них интересный симпатичный красный акцент который можно как-то применить если у тебя в одежде есть черная с красным например далее внешний вид мне не особо нравится мне их посоветовали так сказать немножко навязали вот я бы их наверное не купил но сейчас я не помню сколько они сейчас стоят спортмастере ну да не помню я захотел посмотреть не забыл что на телефон снимаю ну вот короче говоря там вроде скидка на них поэтому ты смотришь этот обзор вот но за три тысячи сейчас сейчас за три тысячи почему нет они полностью кожаные такие плохие кривые косые ублюдки на рынке поддельный стоит я думаю также почему не купить нормальный если есть возможность купить за трех как я так что у нас по удобству вот тут вот есть проблемка как все мерил или марил как он там мир мерил померил да вот в названии в названии сразу есть какой-то намек мерил что мерил что не мерил действительно сложно сказать вот тут у нас вроде как 45 размер коробки написано нет коробка 40 45 до 45 то есть они вроде как мало ли мало мерят получается 45 это должен быть российские у них на коробке вот и вроде бы как они мне должны быть на размер больше даже но они мне вроде как не больше а вроде как нормальные единственные которые я мерил мерил померил примерил и они прям подошли ну как подошли на размер меньше они прям жали вот а эти были вроде как уютно но при этом первое время в них сползал носок и сейчас может немножко сползать когда активно двигаешься потому что нога все равно немножко туда-сюда ходят то есть они вроде бы как мне вроде бы как большие но в то же время они вроде бы как как раз вот шуи шуи как пошли но это кожа уже лопается по ходу по швам и ниш то есть они уже доживают свое так как можно на работу добивать общем такое они уже лёша так начали остановился она одна удобстве а так вообще ну как как кроссовки но в которых не так холодно холд идет мне кажется именно с подошвы потому что здесь они более-менее такие плотненькие вот если брать те же мои найки и как они там скетчерс то вот здесь идет сверху холод вот этим казалось бы тоже так и довольно плотный в них в минус 10 допустим прям чувствуешь дубак прям здесь уже здесь тонкая тонкий язычок не всегда носки решают здесь же поверху более-менее нормально снизу какой-то вот ход замерзают именно пальцы в первую очередь вот что я страдал когда на велики ездил что у меня замерзали в них пальцев ну это по удобству в общем если у тебя стопа ну такая вот узкая длинная по мере мне кажется это будет твои вот если у тебя лапа широкая также по мере прикинь ну подумай по крайней мере походи может быть дома в них минут 20 потом вернешь спортмастер пусть их после тебя на наших такой алёша что во поводу прочности ну футбол ими не играл но мне кажется что вот такого быть могла не быть можно было как-то это продумать но за столько лет 3000 мне кажется вполне они себя оправдали если я сейчас начну их активнее носить они активнее начнут рваться вот ну один прям активный сезон активный сезон они вынесут я уверен вот поэтому я думаю что за 3000 все в порядке она того вот вообще прям стоило если покупать обувь типа российские ну там с итальянскими фамилиями знаешь всякие там франко фидоричи мучок карапаччи ну и прочие там вот эти вот титры где фамилиями наберут из итальянских порнофильмов и потом вот эти названия на коробках во всяких магазинах типа как он там zinger ringer ringer и прочая херня да там за эти деньги ты купишь дерматиновые со скидкой причем дерматиновые ботинки которые может будут выглядеть неплохо потому что я буду слизаны с нормальных дизайном какие-нибудь патрули еще какой-то ральф ringer и прочих говно который у тебя лопнет через неделю вот а вот эти вот они хотя бы они могли походить подольше но свою мне кажется они оправдали прямо ты я их похвалить почему-то не могу никогда они мне особо не нравились величкость величкость вот никогда я к ним не испытывал каких-то там особенных чувств уже 16 минут поэтому что я могу сказать никакого особую особую любви я к ним не испытывал меня есть ботинки которые мне гораздо больше нравится кстати вот на зиму я сейчас вот ближайшее время сделаю обзор на скетчерс и не пропусти смотря обязательно вот это самые офигенные ботинки на зиму на зиму на осень на весну вот которые я еще как-то них сильно сомневался и купил я их но не знаю прямо вот советовался с маман она мне сказал что бери 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 вот обычно отговаривает и вот как-то их вообще просто из-за цены взял не знаю почему но вот это просто самый офигенный что у меня есть вообще из обуви на зиму лишь даже камеры не может сфокусировать вот на них будет обзор попробую про них тоже что-нибудь рассказать спустя сезон практически в минус 35 испытывал и стою сейчас на своих ногах а вот эти в минус 35 я бы вообще не рискнул давай тире тире тинь 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 привет всем ольгам если чё привет всем ольгаме